ДИАЙ ТЕЛЕГРАФ Какие же цифры и тенденции будут обсуждать специалисты отрасли и СМИ в ближайшие дни? Специальный репортаж с места событий ведет команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. Отправляемся внутрь! Конек презентации группы Д – это леденящая кровь, громкие цифры статистики. Так, например, в прошлом году все СМИ облетело сообщение о том, что только русскоговорящие хакеры зарабатывают не менее 2,5 миллиардов долларов в год. Из них более 400 миллионов долларов приходится на банковский сектор. А вот и самая свежая информация. За последние 12 месяцев русскоязычный киберпреступный мир вывел через интернет-банкинг 2,6 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда рублей – это потери юридических лиц. В среднем ежедневно жертвами киберпреступлений становится 16 компаний, теряя полмиллиона рублей, утверждают авторы отчета. Фишинг, кражи в ДПО, электронные деньги – это золотое дно для киберворов. И сегодня здесь немало специалистов по информационной безопасности банковского сектора. Их знакомят с прогнозами относительно того, что и как будут атаковать в ближайшее время киберпреступники. А также предлагают решения, которые позволят минимизировать эти риски. Объемы в деньгах компьютерный рынок в России он теряет. Но при этом количество инцидентов становится больше. И сами технологии атаки, они становятся настолько интересными. Ну, то есть они именно интересны технологически. Это означает, что они стали гораздо сложнее. Это означает, что несмотря на объем нападения именно хищения денежных средств, мы сейчас имеем очень сильные технологии, которые классическую систему информационной безопасности скорее всего пробьют. Поэтому всем к этому нужно быть готовым. Я рекомендую читать наши отчеты и посмотреть, что нас ждет в ближайшие несколько лет. Мы хотели показать, какие угрозы будут впереди, то есть что будет в течение какого-то времени в таком-то регионе. Делаем определенные предсказания. Уже не первый год эти предсказания сбываются. Поэтому наша цель не продавать решения сегодня, а объединить здесь людей, которые могут между собой обменяться каким-то опытом и решить задачи. Сегодня здесь немало интересных докладчиков, и в том числе зарубежных. Они рассказывают о последних веяниях в мире киберпреступности, а также о тех тенденциях, которые могут попортить кровь безопасникам в самое ближайшее время. Но какую бы опасность они не представляли, главный козырь киберпреступников – неожиданность уже побит. Их методики под лупой специалистов, а меры по защите уже на подходе. Насколько эффективны? Об этом мы узнаем из статистики группы «Б» ровно через год. И на этой ноте мы прерываем наш репортаж. Интервью с участниками конференции вы увидите в эфире «Бист-ТВ» в самое ближайшее время. А для вас работала команда «Бист-ТВ» и я, Тамара Никифорова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин